Добрейший вечер, друзья! Добрейший! Итак... Выпустили мы, значит, обновление. Недопиленное. Мы об этом объявили в группе. Сразу оговоримся, ребят, что конкретно для нас, несмотря на отзывы, то есть есть и положительные, есть и отрицательные. Обновление сугубо неудачное, то есть ну, грубо говоря, оно провалилось почти полностью. Поэтому мы именно с таким настроем записываем следующий подкаст. Так вот. Хотелось бы сказать всем тем, кто пытается по старинке обменяться в том, ну, начнем с этого темы, начнем с обменом. То, что был добавлен скрипт обмена имущества. Вы можете обменяться имуществом, собственно, там же, где и раньше обмены пытались производить неофициально. Называем это так. Называется это центр перерегистрации. Такая меточка голубая есть. И, собственно, там вы добавляете свое имущество, дважды соглашаетесь на обмен, и после этого, собственно, все происходит. Таким образом, можно обменивать номера на номера без участия администрации. То есть, вы можете поменяться номерами, да? Двухсторонняя верификация, то есть, как в стиме, грубо говоря, только без аутентификатора, да, телефонного. Ну, поменять номера на машину, на машину поменять, поменять автомобиль на другой автомобиль с доплатой, или с доплатой того, кто, собственно, у вас эту машину покупает. Ну, то есть, двухсторонняя полноценная верификация присутствует. И, в связи с этим, мы объявляем о том, что больше баниться за обман никто не будет. Все условия для полноценного обмена без обмана созданы, и все обмены, которые вы совершаете, теперь на сугубо вашей воле. Если вы желаете сэкономить и просто-напросто игнорируете тот факт, что мы добавили этой системы, есть система для продажи домов, есть система для продажи машин, в общем-то, все условия созданы. И, в связи с этим, мы больше не будем банить за обман, и писать по этому поводу бессмысленно. Если вас обманули, то можете обидеться на администрацию и все. И в следующий раз пользоваться созданными специально для этого вещами. Идем дальше. Собственно, вместе с данным обновлением также появилась такая удобная функция, как смена ключа самому. Теперь вы можете попросту открыть панель своего дома, нажать на кнопочку смены ключа и произвести смену ключа сами. Да, тут разговоры о двух сторонах. Ну, то есть, с одной стороны это хорошо, с другой – плохо. Плохо это тем, что если ваш аккаунт взломают, то дом могут спокойно продать раньше, без ключа этого сделать нельзя. Но частота обращений, связанная с восстановлением, в 20 или 30 даже раз превышала частоту сообщений об взломе. поэтому проверьте еще раз свой пароль на то, что его никто не знает, то есть вспоминайте, говорили кому или нет. Я имею в виду пароль от аккаунта, естественно. И меняйте этот пароль почаще. Да, и теперь с вопросом о восстановлении ключа, собственно, тоже администрации писать не нужно. Да. Итак, про систему домов мы сказали, про изменение ключей идем дальше. Про добавление домов и бизнесов. Да. Изначально ставилось так то, что полторы тысячи бизнесов и полторы тысячи домов были вместе. Нет, я изначально сказал полторы тысячи домов, или, ну, и, допустим, да, или бизнесов. То есть не каждого полторы тысячи, а, типа, и того, и того, истинно, полторы тысячи. Да, я про это и хотел сказать. Мы сделали немного по-другому. Мы еще до обновления добавили все, что нужно. С обновлением добавилось. По протяжении двух недель добавлялись дома каждый день. Да, и вместе с обновлением добавилось порядка ста бизнесов. И там мизерное буквально количество домов. Как бы там особо даже никто не заметил этого. Да, они были раскуплены вообще в первые два часа. Да, стоит отметить то, что система бизнесов и домов очень сильно нагружает систему. Поэтому просто тыкать их везде, где попало, тоже в невероятном количестве это тоже нехорошо сказывается на игре на вашем. Да, ну и еще стоит учитывать то, что многие дома, которые сейчас существуют. Не хочу этого, конечно, не хотелось бы это говорить, но, опять же, будут удалены в последствии для кое-каких вещей. То есть деньги за них будут полностью возвращены. И никто об этом не пожалеет. Да, это, собственно, все должно быть. Преимущество, кто, типа, забанен, мы так не сделали, это надо сказать. Типа, что со временем будет все это сделано. А, так, кстати, говоря о тех аккаунтах, которые забанены, впоследствии будет оптимизированная функция банок, в том числе тем, что все имущество, которое на аккаунте есть, оно будет освобождаться и будет доступным для продажи. Типа, мы вообще хотели сделать это в этом обновлении, но, опять-таки, как вы уже сказали, сроки мы какие-то... Ну, какие сроки у вас? Так, мы, блин... Сроки МТ вообще... Мы не в то время собхватились за все это. Дальше у меня такая отметочка стоит про то, что далеко не все модели... Ну, вообще говоря, то, что, типа, новые модели, которые добавлены, кривые, там, и все остальное. Соль в том, что именно игровых моделей, пригодных для использования в том же МТА, чтобы вы играли, их очень и очень мало, особенно новых. Большинство моделей делается много полигональных, которые много весят, но по качеству они не очень хороши для игры. Они хороши для фотосессии, для видео. Даррендера тоже. И в связи с этим, каждую модель, которую берем, мы так или иначе, переделываем на все модели, которые сейчас стоят, были взяты в интернете, кроме LFA. И были в большинстве... Кроме LFA, кроме Гальфа, кроме Волки... Кроме 901-40. Кры. Да, то есть, собственно, это начало того, о чем мы говорили во втором, да, по-моему, подкасте. О том, что автопарк на сервере будет улучшаться в сторону оптимизации. И сейчас из-за многовесящих автомобилей, реально многовесящих, это у нас CLS, который, кстати, был тоже сконверчен. Вот. Почему так мало машин? Реально мало. Опять же, в начале подкаста я уже говорил, что это провальное обновление, и оно не полное. Я думаю, не буду называть никаких сроков, но ждите от нас очень большой активности. Все свои дела мы решаем. Сейчас решим дела. Все решат все дела. То есть, не будет сейчас никаких сроков. Все особо. Делаем мини-апдейт, в котором фиксим баги, которые сейчас есть, да. То есть, мы знаем о многих багах, о большинстве, честно говоря, да. Это, во-первых, с машинами, естественно, во-вторых, мелкие баги по, типа, неработающих, там, какие-то функции и так далее. Относительно вылетов, значит. Вот у меня лично, я тоже игрок такой же, как и вы, да. То есть, у меня в плане клиентской части все такое же абсолютно. Как у всей администрации. Да. То есть, у меня вообще ни одного вылета нет. Собственно, то же самое. Поэтому, прежде всего, естественно, мы грешим на недостаточную производительность компьютера, да. То есть, у людей именно в этом проблема, ну, прежде всего. Ну, вот. Но, естественно, в наших руках вся адаптация и так далее. И поэтому мы стараемся максимально оптимизировать серую, чтобы снизить вылеток всех. И опять-таки, пора оптимизацию возвращаемся к машинам. У нас не считали, насколько точно, но кэш стал висеть меньше за счет того, что у нас вес машины уменьшил в порядке 70 мегабайт. Я просто не в курсе был, но на фоне всего остального 70 мегабайт – это уже достаточно такая цифра. Ну да, чтобы вы понимали, хорошо сконверченная и, в принципе, качественная модель нашего именно производства, она будет весить порядка 10-15 мегабайт. В интернете конкретно качественные модели, 95% качественных машин, весят более 40 мегабайт. Очень редко попадаются модели, которые качественные, при этом весят мало. Например, могу сказать, BMW E31, которая добавлена в это обновление. Она весит мало, она качественная, но у нее есть такие вещи, ну то есть минусы, как нет подкапотки, ее, в принципе, не было изначально. То есть там у нее, в принципе, изначально не работающие фары. То есть это сделали уже. Вот эта модель весь в этом порядке 15 мегабайт. Я уже точно не помню. И вот опять же мы взяли модель, мы уже делаем рабочие фары, они выдвигаются при их включении. В стоке этого не было. То бишь мы опять-таки берем каждую модель и уже допиливаем ее. А это так или иначе, конечно, по-разному, но занимает какое-то время. Так что тоже не все так просто. А то, что типа возьмите в интернете машину и… поставьте ее. Так не бывает. Вот. Понятно. Там чуба улетет. Продолжаем. Это была чуба на карьерной лестнице. Ну ладно. Что у нас там дальше? Хочется сказать относительно подкастов. Потому что прошлый подкаст мы записывали перед обновлением. На самом деле там немного у нас истерика была, то, что мы ничего не успеваем. Да, ребят, у нас… Ввиду того, что у нас, я уже писал об этом, у нас больше половины обновления просто пошло по… Я не хочу некультурно выражаться. Ну, п*** я, короче. Вот. И мы конкретно так… Не хочу так сказать… Налажали. Налажали, да. Мы это прекрасно понимаем, осознаем. Осознаем ответственность. Мы несем виды игроками. Хочем сказать… Хочем… Хотим сказать, чтобы… люди минимально старались на опытом напоминать, потому что, как правило, все сводится к одному. Ну, отмены п***еры, что они делают. И я все-таки про подкасты. Подкасты – это своенравленное обсуждение. Это не новостная лента, как вы хотите. Это все-таки… Это процесс обсуждения наш. Как мы… Где мы даем вам основную какую-то мысль, то, что будет, не будет. Ну, как бы ждать так жестких новостей, там, как по телевизору, да, там по порядку. Такого не будет. Да, ребята, надо понимать, что это скубо развлекательная, так сказать, программа. И, ну, обновления мы никогда не спойлерим заранее. Никаких… Типа, будет добавлено вот это, и вот это будет выбрано, не будет. Никогда. Да, там по списку, чтобы мы вам зачитывали. Ну… Неинтересно. А так информация в этом обновлении оказалась слитой ввиду того, что один ютубер себя в ролике сообщил одну модель, да. Ну, так, dai. Неприятно получилось для нас. Я, кстати, хочу сразу попросить прощения за приседания FPS. Побазы сейчас делаются посетитель автомобиля, мира титарова про восстановление но но по базе сейчас делается если не сегодня то есть девятый первый первый день до 6 вот заканчивается первого а уже второй вот если первое число первое число не будет база по второму точно будет и вы сможете получить отцены процент случае если за это время каким то образом кто то купил ваши номера которые были свободны в этом момент номера снимаются у человека которых купил и соответственно ему предлагается выбор вам возвращаются ваши номера которые стояли у вас а и кстати про номера регион 797 тот же самый ребят существует просто уже много криков было там в репорт и на почту и в личные сообщения короче везде такие номера есть если интересно погуглите посмотрите может что-то не себя новым знаете так дополнение да относительно многих людей вопрос такой то что модели иногда ставит пол становится стандартным значит способы решения этой проблемы купить лучшим купить лучшим первое второе нет то что я кстати вот и хочу перебивать но я все проблемы с играми так и решу соответственно второй способ попроще каждый раз перезаходить в игру только не на сервер ребята именно в игру тогда вы сможете как то у вас будет все нормально надо организоваться со временем можно опять начать пропадать так скорее всего это из-за того что у вас не хватает не хватает хорошо скорее всего это из-за того что у вас не хватает оперативной памяти и игра автоматически заменяет модель замененную на модель которая в игре стандартно доставит но это не факт то есть возможно не за это возможно из-за видеопамяти надо понимать что мта ограничено в ресурсах и она не может потреблять по моему больше двух да гигабайт ой 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 вот и соответственно возможно из-за этого проблема если не в этом проблема в таком случае может помочь переустановка кэша полная то есть вы удаляете полностью из папки мта все все папки то есть все скачано с сервера что у вас было установлено не надо качать кэш ниоткуда заходите просто на сервер и ждете спокойно пока загрузится после этого если проблема не решилась то это уже решается на нашем уровне и если мы узнаем источник этой проблемы у нас ее раньше не было конечно то мы обязательно ее исправим ну кстати от тебя хочу сказать то что у меня и у шевы при том что я на втором он на первом сервере у бога была изначально такая проблема но все решилось просто перезаходом в мта просто отключиться от сервера не хватит закрываете мта перезаходите в нее у вас все появляется ну как бы это то что наше наблюдение но как бы многих кому рекомендовали все появлялось да так то парня загружаетесь вот этот подкаст у нас выходит довольно грустным да грустно больше всего для нас у нас прежний подкаст был слишком веселый какой то но больше истерический был но этот уже такой более спокойный такой приземленный ну да соответственно с вами принято было решение что вдвоем у нас получается намного лучше вести да подкаст без сторонних личностей которые ну вызывали бы какой то смех возможно заминки и так далее перебивания да ну лишняя так сказать не нон тимплей можно так сказать да вот поэтому теперь мы будем записывать вдвоем ну либо втроем с другим администратором но это не факт в целом наверное все вопросы которые самые насущие лично да меня волновали и я думаю многих они были обсуждены относительно да нет добавочка добавочка mercedes benz amg gt как многие знают он сейчас находится в двух автосалонах ситуация с ним такая все которые все люди которые купили его по 20 миллионов лишаются этого mercedes и получают обратно свои 20 миллионов да вы можете покататься на нем на халяву потом его продать точнее его заберут по поводу porsche он ошибочно поставлен не тот автосалон приобрести вы его можете на спауне в sf но в автосалоне который прямо рядом с спауном он должен стоять там на верхнем этаже но к сожалению место там под него есть но его там нет это ошибка так скажем маша ну не как скажем а это конкретно наша ошибка ну да по поводу исправления модели косячности различных мы о них о всех знаем и пофиксим все то есть единственное что мы не пофиксим это какие-то корявости моделей но это будет в следующем обновлении которое не будет выходить через четыре месяца как произношут с этим мы возьмемся за обновление конкретно как я уже говорил ранее все проблемы решаются и начинаем сервером на этой ноте хотелось бы закончить сегодняшний подкаст четвертый по счету Артем я только могу согласиться пожелать всем удачи и попрощаться хорошо попрощались всем удачи всем пока оставайтесь с нами все будет только еще лучше подписывайтесь на наш канал да и подписочку на канал будет приятненько будет с тему всего интересного делать ну все пока спасибо спасибо